Наш Спаситель Иисус ходил по воде посреди ночи прямо здесь, на Галилейском море. Сегодня мы поговорим об этом. Оставайтесь с нами. Добро пожаловать на программу «Мировое влияние» и на Галилейское море в Израиле. Я Билли Уилсон, и сегодня в программе «Мировое влияние» мы говорим об Иисусе, о Его уникальности и о том, что означают для нас в 21 веке Его эксклюзивные заявления. Мы поговорим об уникальном и сверхъестественном Иисусе. Мы находимся на Галилейском море, потому что это небольшое озеро на севере Израиля видело множество чудесных дел Иисуса, как никакое другое место в мире. Он нарушал закон гравитации и ходил по воде. Он нарушал погодные условия и сверхъестественно усмирял бурю. Он сделал так, что рыба появлялась, где ее не должно было быть. Он даже сделал так, что во рту у рыбы появилась монета для оплаты налога. Иисус показывал, что несмотря на то, что Он был стопроцентным человеком, Он к тому же был и стопроцентным Богом. Он показывал, что в эту естественную жизнь Бог может вмешаться сверхъестественно. Во время этой программы, если Бог коснется вашего сердца, позвоните мне по телефону, который вы видите на экране. Если вам нужна сила, мы верим, что Бог может принести ее в вашу жизнь во время этой программы. Также вы можете оставить свою молитвенную просьбу на нашем сайте. Через несколько мгновений мы будем уже в Капернауме. Это будет уже не ночь, а день. На берегу Галилейского моря мы поговорим с вами об уникальном и сверхъестественном Иисусе. Субтитры подогнал «Симон» Сегодня мы говорим о том, что Иисус уникален и сверхъестественен. За моей спиной руины синагоги в городе Капернаум. Это очень известное археологическое место у Галилейского моря. Капернаум во время Иисуса был великим городом, увидевшим множество Божьих чудес. В первой главе Иоанна мы читаем о Христе. Вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. И затем, говорится, Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И в Евангелии от Иоанна 2 главе, после первого чуда Иисуса сказано, «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его». Сверхъестественные деяния Иисуса Христа являли славу Божию, и славу Иисуса этому миру. Анонимный автор сказал так. «Иисус Христос — это место встречи вечности и времени, смешивания божественного и человеческого, слияния неба и земли». Артур Пирсон сказал об этом так. «Он единственный в своем роде в истории, в учении, в природе, в характере. Он исключение, чудо, и он сам — доказательство христианства». Это то, о чем я хочу говорить с вами сегодня. О том, что Иисус Христос сам являлся доказательством Своего послания. Это особенно видно по тем чудесам, какие творил Иисус. Он был в нашем мире, но был сверхъестественным. Он был стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. Он был в мире, но не от этого мира. Мы видим, как эти две природы соединяются в жизни и служении Иисуса Христа. И, возможно, наиболее всего это было очевидным здесь, в Капернауме, две тысячи лет назад. Иисус начал свое служение в Иудейской пустыне, где Он был помазан Духом Святым и победил сатану и его искушение. Он вернулся в Назарет и объявил миру, что Он помазан Духом Святым, дабы принести надежду Божью в его поколение. Оттуда Его служение быстро перебралось и обосновалось в Капернауме. В то время Капернаум был, пожалуй, величайшим городом в окрестностях Галилеи. Это был город торговли и рыболовли. Это был город, где проживали Петр и многие ученики. Иисус служил в Капернауме различными путями, но в особенности сверхъестественным. Наверное, ни один город в мире не видел такое количество чудес за столь короткое время, как видел Капернаум. Иисус совершил множество чудес на этом месте, являя славу и силу Божию. В этом городе Иисус изгнал беса из человека в синагоге. Он исцелил тещу Петра, прикоснувшись к ней и запретив горячки. И это здесь, в Капернауме. Дом был настолько наполнен людьми, что четыре человека взобрались на крышу и разобрали ее, чтобы спустить своего парализованного друга, положив его перед Иисусом. Иисус исцелил его и простил ему грехи. И как раз здесь, неподалеку от Капернаума, Иисус насытил пять тысяч человек, не считая женщин и детей, питью хлебами и двумя рыбками. Иисус снова демонстрировал свою особенную силу и славу в этой местности. На протяжении своего служения Иисус являл славу Божию. Он показывал, что он может победить естественные законы природы. Этот мир был создан Богом. Иисус тоже участвовал в сотворении, поэтому он имеет власть над творением. И он показал это в своем служении. Он игнорировал закон тяготения, когда ходил по воде. Игнорировал закон жизни природы, сделав так, что улов рыбы был по одну сторону от лодки, тогда как за несколько минут до этого там не было никакой рыбы. Или когда во рту у рыбы была найдена монета, чтобы оплатить налоги. Иисус игнорировал химические законы, в одно мгновение словом превратив воду в вино. Он игнорировал погодные законы, когда усмирил бурю силой своего слова. Он игнорировал закон геофизики, позволил случиться землетрясению в момент его смерти и в момент его воскресения. Показывая снова и снова, что Бог, сотворивший этот мир, все еще имеет над ним силу. Иисус также демонстрировал сверхъестественное в цели. Он игнорировал то, что казалось законами анатомии человека. Однажды он приложил ухо к человеку, которому Петр отсек ухо в Гефсиманском саду, и оно тут же сразу приросло на свое место. Это было мощное чудо. Иисус исцелял слепых. Глухие немые начинали слышать и говорить. Он исцелял прокаженных. Хотя во времена Иисуса эта болезнь считалась неизлечимой. Иисус снова и снова являл свою власть и силу, свою сверхъестественную способность в теле человека, принося исцеление. Иисус показывал свою силу через саму жизнь. Он родился от Девы, которая зачела от Духа Святого. Он умер на кресте и воскрес в третий день, чтобы больше не умирать. Он был и есть сверхъестественный Спаситель. Иисус явил, что в этом мире Бог все еще имеет силу делать большее, чем то, что могут сделать люди. Иисус был уникальным и сверхъестественным. Никто в истории мира не видел столько чудес за столь короткое время, как видел Иисус за три года своего служения. Мы вернемся к вам через пару минут, чтобы снова говорить с вами из Капернаума о том, что для вас значит сверхъестественный Иисус. Новый Завет полон историй о том, как они плыли в лодке. К нам приезжают посетители со всего мира, чтобы увидеть места, где жил Иисус, где Он совершал чудеса. Они хотят видеть что-то, что сохранилось с тех пор, как здесь жил Иисус. Они хотят использовать свое воображение, и они могут посмотреть оригинал лодки первого века. Она не была переделана, модернизирована. Это простая рыбацкая лодка, и для них увидеть такую лодку представляет огромную радость. Это приводит их в восторг. Я из Джексанвиль, Флорида. Я была бегуном мирового класса. И также я была первая по плаванию среди военных. И я была самой быстрой женщиной страны в колледже. И я получала полную стипендию университета Флориды. Но я начала употреблять наркотики, и быстро из звездной спортсменки превратилась в обычную наркоманку. И я зарабатывала на наркотик своим телом, продавая себя на улицах. Большой прыжок вниз. От звезды беговой дорожки до проститутки. Вместе с наркотиками ко мне прилепились и другие зависимости. Когда Бог меня освободил, это было в один миг. Это не было пять шагов, десять шагов. Бог освободил меня мгновенно. Наркотик опротивил мне моментально. Раньше я спала в заброшенных домах. Я жила с продавцами наркотиков, делая, что могу. По сути, я была как вампир. Но благодаря сверхъестественной силе Иисуса, я получила сверхъестественную свободу. Это было чудо. За меня молились, чтобы этот злой дух оставил меня, потому что я ругалась матом. Основной моей зависимостью был кокаин. Но он открыл двери для многих других зависимостей. Но Бог меня освободил абсолютно от всего. Тогда я вернулась к мужу. Мы жили порознь 16 лет. Он все еще употреблял наркотики. Но Божье освобождение было таким мощным в моей жизни, что мой муж тоже сразу получил свободу. И мы уже никогда не возвращались к наркотикам. Сейчас в наших церквях люди получают свободу моментально. Я поняла, что кокаин приходил от демонических духов. С ними не нужно нянькаться. Нужно их смело прогнать. Иисус не похож ни на одного другого человека в мире. Его эксклюзивные заявления мы сможем найти в этом учебном материале от мирового влияния. Это информативное руководство может стать вашим совершенно бесплатным. Зайдите на наш веб-сайт, чтобы загрузить этот материал и посмотреть другие эпизоды из этой эксклюзивной серии. Увидьте Иисуса в новом свете, узнавая, какой Он. Заходите на наш веб-сайт, читайте, смотрите и узнавайте эксклюзивные утверждения Иисуса. Иерусалим. Иерусалим. Одно только название вызывает сильные эмоции. Это колыбель библейских царей, место любви Иисуса и икона религиозного поклонения. Однако это вечный город, не пыльный музей. За его могучими стенами старый город поделен на христианские, армянские, мусульманские и еврейские кварталы. Каждый из них имеет свой ритм и чувство. Посетители древнего города гуляют узкими улочками, чтобы увидеть какую-то достопримечательность или сувенирный магазин, но для людей, живущих здесь, на этих улицах удовлетворяются потребности жизни. От одежды и обуви до продуктов, специй и овощей. А в небольших двориках находятся школы и игровые площадки для детей. Возможно, этот звон детских голосов от древнего камня лучше всего запечатлевает вечную сущность Иерусалима. Израиль. Известный во времена Иисуса как земля Авраама. Сейчас является домом для евреев, христиан и мусульман. Но посреди разнообразия религий есть в нем те, кто вообще не видит Бога. А вы практикуете какую-то религию? Нет, не практикую. Нет. Я не религиозен. Ну, я верю, что там что-то да есть. Раньше верил, но сейчас уже нет, не верю. Эти люди знают об Иисусе как об исторической личности, но они сомневаются, что чудеса реально происходили. Я лично скептично к этому отношусь. Для скептиков деяния Иисуса надуманное. Возможно, люди просто все преувеличили, или это просто были фокусы. Сейчас есть много разных магов и волшебников. Мы не знаем, чем они сейчас занимаются. Но есть те, кто верят Богу и принимают чудеса, записанные в Писании. Некоторые люди просто пока сами не увидят, ни за что не поверят. Я верю, что это было на самом деле. Для них чудеса, конечно же, возможно. В них верят миллионы людей во всем мире. Многие не понимают и сомневаются, но я верю, что все это реально происходило когда-то на Земле. Чудеса Иисуса разделяли народ во времена Иисуса. И они продолжают это делать в наше время, потому что если чудеса реально происходили, то Бог точно существует. Человек не может творить чудеса. Только Господь Бог может творить чудеса. Сегодня мы говорим об уникальной, сверхъестественной силе Иисуса. Находясь во плоти, Иисус не был связан плотью или плотским миром. Он жил в естественном мире, но он принес в него сверхъестественную силу Бога. Мы видим в этом природу Иисуса. Он был 100% Бог и 100% человек одновременно. Иоанн сказал, что он был Словом Божиим во плоти. Один из працев, Иоанн Златоуст, сказал, «Я не думаю о Христе, как только о Боге или только человеке. Он и то, и другое. Потому что я знаю, что он был голоден, но пятью хлебами накормил пять тысяч. Я знаю, что он жаждал и знаю, что он превратил воду в вино. Я знаю, что он плыл в лодке и шел по воде. Я знаю, что он умер и знаю, что он воскрешал мертвых. Я знаю, что он стоял перед Пилатом и что он сидит на престоле с отцом. Я знаю, что ему поклонялись ангелы и знаю, что его побивали камнями иудеи». Некоторые из этих качеств можно приписать человеку, а некоторые — Богу. И по этой причине он по праву считается и Богом, и человеком. Живя в естественном мире, Иисус был сверхъестественным. И, пожалуй, из всех мест на Земле больше всего сверхъестественных чудес Иисуса и силы Божией увидел город Капернаум. Сейчас мы находимся в современном Израиле на археологических руинах древнего города Капернаум. Сегодня мы говорим об уникальной природе Иисуса, о том, что подобного ему нет во всем мире. Его сверхъестественная сила является частью его уникальности. Но в этой части проповеди я хочу задаться вопросом, что это значит для нас с вами, что это меняет. Иисус был сверхъестественным и мог влиять на законы природы, законы анатомии. Я хотел бы отметить, что чудеса Иисуса не прекратились после его смерти. В книге Деяний мы видим, что ранняя Церковь силой Духа Святого продолжала совершать великие чудеса во имя Иисуса. То есть, его сила все еще проявлялась в нашем мире благодаря служению Иисусом. А вот что сказал Артур Пирсон. Как мы можем понять, человек с человеческими способностями, но без греха. Бедный, но при этом он имеет в распоряжении богатство Вселенной. Слабый и уставший, но имеющий неисчерпаемую Божью энергию. Не способный противостоять насилию и обидам своих врагов, но при этом способный призывать легионы ангелов по своему слову или желанию. Страдающий, но не способный ни на что, кроме блаженства. Умирающий, но знающий и начало дня и конец года. Во-первых, сверхъестественная сила Иисуса означает для нас с вами следующее. Сверхъестественные возможности существуют. То есть с Богом невозможное возможно. Бог может сделать то, что не может сделать человек, и что не могут осуществить законы этого мира. Он творец и может вмешаться в свое творение для того, чтобы явить свою славу. Второе, что означает для нас сверхъестественная природа Иисуса, мы можем просить Его о сверхъестественной помощи. «В Галилейском море, когда Петр тонул, шел под воду, он воззвал, «Спаси меня, Господи!» И, находясь в лодке посреди моря, сильный шторм. Ученики разбудили Иисуса с криком «Спаси нас, Господи! Погибаем!» В каждом случае. Иисус спасал людей и усмирял бурю. Он произнес Слово и изменил естественный ход вещей и принес освобождение. Слово Божие учит нас тому, что мы должны приходить к Божьему престолу благодати с дерзновением и искать Его всем сердцем. Мы сможем найти Его, если будем искать Его. Мы должны помнить, что сверхъестественная помощь приходит от Иисуса. И, наконец, что сверхъестественный прорыв для Его славы. Мы видим это в чуде, произошедшем в Кане. Его первое чудо служения после того, как Иисус принял крещение от Иоанна на реке Иордан. Согласно тому, что сказано в Евангелии от Иоанна, это чудо было сделано, чтобы явить сверхъестественную силу Иисусом, чтобы люди поверили в Него. Когда Бог делает что-то сверхъестественное для славы Иисусом, Он тем самым подтверждает Его послание, чтобы люди уверовали в Него. Когда мы с вами переживаем сверхъестественный прорыв, мы должны воздать всю славу Богу. В 4 главе Деяний Петр увидел человека хромого от рождения. Он исцелил его силой Иисуса, и тот начал ходить и прославлять Бога в храме. Когда Петра спросили, что он сделал, тот ответил, «Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав». Чудеса Божьи и Его сверхъестественная сила снова и снова проявлялись в служении Иисуса для того, чтобы люди обращались к Нему. Здесь, в Капернауме, они упустили свой момент. Они видели больше чудес, чем любой другой город в мире, но все же ожесточили свои сердца. Сегодня вопрос звучит к нам с вами. Станем ли мы в своих трудных обстоятельствах вызывать к Богу о помощи? И, приняв помощь, воздадим ли мы всю славу Ему, как нашему сверхъестественному Спасителю? Иисус не похож ни на одного другого человека в мире. Его эксклюзивные заявления мы сможем найти в этом учебном материале от мирового влияния. Это информативное руководство может стать вашим совершенно бесплатно. Зайдите на наш веб-сайт, чтобы загрузить этот материал и посмотреть другие эпизоды из этой эксклюзивной серии. Увидьте Иисуса в новом свете, узнавая, какой Он. Заходите на наш веб-сайт, читайте, смотрите и узнавайте эксклюзивные утверждения Иисуса. Наш Бог есть Бог Авраама, и на протяжении истории Он являл Себя как сверхъестественный Бог, способный вмешиваться в историю человечества и производить перемены. Это особенно касается служения Иисуса Христа, и в частности здесь, у Галилейского моря. Именно здесь мы находимся в этот вечер. Я сижу у прекрасного озера на севере страны. Это место видело удивительную силу Божию в служении Иисусам. Здесь Иисус игнорировал закон гравитации, идя по воде. Игнорировал законы погоды, сказав бури утихнуть. И шторм тут же прекратился. Даже царство животных повиновалось Ему. Когда, по Его слову, в сеть заплыло много рыбы, хотя до этого лучшие рыбаки не могли ничего там поймать. Иисус снова доказал, что несмотря на то, что Он жил в естественном мире, Он был во плоти, но не был связан плотью и этим миром. Он был человек, но Он также был и Бог, и Он явил нам всем сверхъестественную Божию силу. И поэтому мы сегодня можем просить Его о сверхъестественной помощи, и Он ее нам окажет. Может быть, сегодня вы нуждаетесь в сверхъестественной Божьей помощи. Если это так, то позвоните мне по телефону в США, который вы видите на экране. Или зайдите на наш сайт и напишите нам, что происходит в вашей жизни. Опишите вашу ситуацию и в какой сверхъестественной помощи от Бога вы нуждаетесь. И мы помолимся о вас с верой в то, что Бог через Своего Сына Иисуса Христа вышлет вам помощь вскоре. К чему съемочные группы служения «Мировое влияние» снимаются ночью на берегу Галилейского моря? Мы жаждем говорить об Иисусе всему миру. Мы делаем серию программ об эксклюзивных заявлениях Иисуса, о том, что Иисус уникален и отличается ото всех. Если вы зайдете на наш сайт, вы сможете заказать себе эту брошюру совершенно бесплатно. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы смотрите наши программы. Спасибо за ваши молитвы и также за верность финансовой поддержке. Мы посвятили себя тому, чтобы рассказывать людям об Иисусе, и поэтому мы находимся в этот вечер у Галилейского моря, здесь, в современном Израиле. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Улсоном, президентом Университета Орел Робертса, известного во всем мире христианского университета в городе Талсе, штат Оклахома. Узнайте, как получить степень в 65 различных отраслях онлайн или стационарно на сайте, указанном на экране. Наш университет гордится тем, что может поддерживать движение Исполнения Силой Духа по всему миру с помощью служения, Исполненной Силой 21. Чтобы поддержать это служение, вы можете заказать книги и другие ресурсы на нашем сайте, и также вы можете оставить на нашем сайте свою молитвенную нужду. Адрес сайта указан на экране, или позвоните нам по телефону, который вы также видите на экране. Исполненной Силой. Определение словаря, принявший власть, смелый и вдохновенный. В Университете Орел Робертса мы обучаем поколение вдохновенных духом лидеров мужчин и женщин с более чем ста стран, готовых производить перемены. И это работает. Журнал Forbes назвал наш университет один из лучших университетов Америки. Принстон Ревью назвал его лучшей на Западе. Согласно Times Higher Education и Wall Street Journal, университет Орел Робертса на 12 месте по вовлеченности студентов. The Daily Beast назвал его одним из пяти самых здоровых университетов. На канале Travel Channel наш университетский городок назвали чудесным. Если вы настроены сделать в вашей жизни что-то значительное, присоединяйтесь к нашему вдохновенному Богом всемирному сообществу. Мы здесь не строим мелких планов. И вам тоже не стоит. Мы обучаем целостных лидеров для всего мира. Это наша судьба, а возможно и ваша. Субтитры делал DimaTorzok Вы задаетесь вопросом, ваше предназначение того стоит или нет. Но все дело в том, что вы готовы делать для осуществления вашей мечты. Может, у вас пока еще нет мечты, но правда в том, что у вас есть предназначение. И ваша задача его воплотить. И мы поможем вам в этом. Forbes назвал нас одним из лучших колледжей Америки. US News и World Report — одним из лучших университетов с ценностями. Princeton Review — лучший на Западе. Huffington Post — один из самых дружелюбных университетов в стране. Студенты из более чем ста стран считают наш университет домом. Но как это связано с предназначением? Выбор колледжа отразится на всей вашей жизни. Мы взращиваем исполненных духом целостных лидеров для всего мира. Начните строить свое будущее с нами. Мы не строим маленьких планов и вам не советуем.